Избирательный участок номер 212 расположен в здании первой школы. Представители избирательной комиссии отмечают, заключительный день голосования уже не такой насыщенный. С самого утра поток избирателей очень низкий, и голосовать за светлое будущее нашего региона идут в основном люди старшего поколения. Первый день у нас был хороший поток избирателей. Сегодня чуть похуже, но мы надеемся, что будет лучше, поскольку только утро проголосовало у нас по прикрепленному участку около 100 человек. А вообще всего по избирательному участку около 380 человек. На утро 19 сентября явка избирателей по всему Забайкальскому краю составляла чуть более 23%. Во время съемок процедуры голосования на пороге избирательного участка появился вице-премьер правительства Андрей Гурулев. Вместе со своей семьей заместитель председателя правительства пришел, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов. В предыдущие дни мне пришлось немножко поработать по ликвидации чрезвычайных ситуаций. А супруга в пятницу работала, она у меня учитель истории в школе. Вчера я был в Черношевске, поэтому не успел. Ну, в принципе, я считаю, что я ничего не нарушил тем, что пришел сегодня и выполнил свой гражданский долг. Проголосовал Андрей Гурулев на этом участке неспроста. 47 лет назад именно здесь и началась школьная жизнь забайкальского чиновника. А это еще один повод прийти в свою первую школу, зайти в свой класс. В 1974 году мама меня сюда с цветами за руку привела в первый класс. Я сейчас попросил директора школы, чтобы, если возможно, открыть класс, зайти в него. Это прошло сколько лет, я здесь учился. Представители избирательной комиссии отмечают, что трехдневное голосование повлияло на активность горожан выполнить свой гражданский долг. С одной стороны, практично выбрать подходящее время и прийти на участок для голосования, когда удобно, с другой – три дня – это непривычный для избирателей график. Если в первый день голосования люди активно шли и высказывали свою позицию относительно кандидатов, то вот в заключительный день людей на участке было очень мало. Для себя каждый определяет день, когда ему удобно, и поэтому вот у нас такая идет, немного посетителей приходит за один день. Молодежь не очень активно себя проявляет. Относительно подготовки и организации именно этого избирательного участка, у проголосовавших проблем во время процедуры не возникло. Единственное, что с трудом давалось пенсионерам – это работа с электронным устройством для подсчетов голосов избирателей. У некоторых не с первого раза получалось отправить заполненный бюллетень в обработку. Достаточно простая процедура, обученная, привычная нам уже, я так думаю. А там только, может быть, с этой аппаратурой немножко не сразу получается. Скажите, за какого кандидата какой партии голос свой отдали? Я за «Единая Россия», за «Скачкова». За «Скачкова». А вообще знаете о кандидате что-то? Да знаю. О деятельности его, о результатах? Ну, он вообще-то известный здесь личность. И это не единственный случай, когда избиратель отдает свой голос за кандидата исключительно из-за его известности и популярности. Но не все были настроены на позитивный лад. Несмотря на низкую активность четинцев, нашлись и те, кто мало верит в светлое будущее, но все равно идет голосовать с надеждой на то, что оно когда-нибудь настанет. Хотя бы для их детей и внуков. Вы верите, что эти выборы что-то поменяют? Есть какая-то надежда? У меня, кажется, нет. Потому что такая заторможенная деятельность была всех партий. Из-за обстановки в стране с этим ковидом, то у меня внуки, хочется, как бы, чтобы... Они жили в достаточно забайкальском крае, оснащенном, обогащенном, можно так сказать. Вспоминаются былые времена и хочется, чтобы было еще лучше. На утро сегодняшнего дня, когда центральной избирательной комиссией было обработано 95% бюллетеней, лидировали два кандидата. Александр Скачков от партии «Единая Россия» и Юрий Григорьев от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Исполнятся ли на этот раз обещания кандидатов о новой жизни забайкальцев после окончания выборов? Или все посещенные дворы, детские площадки, плохие дороги, затопленные и замусоренные села и деревни так и останутся ждать уже новых кандидатов, все так же оставаясь со своими старыми проблемами?